добрый день меня зовут руслан косаренко я партнер sterling law и сегодня мы будем говорить не об иммиграции а именно о коронавирусе и ваших отношениях с работодателем хочу напомнить что данное видео предназначается для резидента великобритании и если вы проживаете в других странах вам нужно будет обратиться к юристу по месту вашего жительства а поговорим мы сегодня о системе тестирования и отслеживания и как она может помочь вам защититься от коронавируса на рабочем месте а также что делать вам если у вас есть симптомы сообщать или не сообщать вашему работодателю и так что такое система отслеживания и тестирования от н.х.с. система тестирования и отслеживания н.х.с. гарантирует что человек у которого есть симптомы коронавируса будет быстро потестирован. Она также помогает отследить недавние контакты всех, кто дал положительный результат. Любой, у кого есть симптомы коронавируса, должен самостоятельно изолироваться в течение по крайней мере 7 дней и немедленно заказать тест на nhs.uk forward slash coronavirus. Если у вас результат положительный, вы должны поделиться контактами людей, с которыми вы недавно контактировали и мест, которые вы посетили. Должен ли работник информировать работодателя о наличии у него симптомов коронавируса? Люди, которые испытывают симптомы, должны сообщить другим людям, с которыми они недавно контактировали, еще до того, как они получат результат теста. Хотя эти люди не должны самоизолироваться. Им следует избегать контактов с соязвимыми работниками. Кому мы можем сообщить, если у одного из работников есть коронавирус? Рекомендуется, чтобы все сотрудники были информированы о возможных симптомах коронавируса, но имена не должны указываться. Тем не менее, вы можете проинформировать тех сотрудников, которые были в прямом контакте с сотрудником, у которого подозревается коронавирус. Как работодатель может помочь сотруднику, которого попросили самоизолироваться по системе тестирования и отслеживания. Работодатель может разрешать работать таким сотрудником из дома, если это возможно, и постоянно поддерживать контакт. Разрешено ли работодателю просматривать записи CCTV, показательно, с кем контактировал зараженный человек? Это разрешается, если нет других способов выяснить, с кем контактировал сотрудникам. Если все-таки есть другие способы выяснить, то рекомендуется использовать более мягкий подход. Если у вас есть какие-то вопросы касательно трудового законодательства, пожалуйста, обращайтесь в Sterling Law, мы с удовольствием вам поможем. Для того, чтобы следить об изменениях в законодательстве Великобритании, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.